Всем привет! В последние теплые деньки осени к нам приехал друг Ташкин родом из Азербайджана. И с его легкой руки начинаем новую рубрику «Рецепты от друзей». Помогая ему, приготовим три фирменных блюда – плов, шашлык и долму. Для начала на рынке закупаем продукты. Берем молодую баранину, 2,5 килограмма ребер, почти 5 килограмм мякоти и 1 килограмм курдюка. Ташкин выбирал мясо, ориентируясь на размер кости. Как он сказал, кость у молодого барана должна быть маленькая. Для нас на рынке собрали смесь приправ для плова и шашлыков. Еще мы купили 3 килограмма лука, 4 килограмма моркови и много зелени. Получив задание от шеф-повара Ташкина, повара на подхвате остались чистить горы лука и моркови. А шеф с ушефом Андреем пошли сыграть пару боев в онлайн-экшн-кросс-аут. Кстати, теперь можно строить не только любые боевые машины, но и безбашенные парки аттракционов. Паркатись по американским горкам или отправь тачку на орбиту из специальной пушки. Отныне можно сделать свой гараж индивидуальным. Расставляй мишени, кегли или раздолбанные вертолеты. Твой радиоактивный дом заиграет новыми красками. Собери танк, мусоровоз смерти или трехколесный мотоцикл и отправляйся в бой. Выполняй задание, прокачивая боевой пропуск и получай сотни наград, чтобы улучить тачку или собрать новый катафалк скорбной погибели. Еще после недавнего масштабного обновления на картах появилась разрушаемость. Ломай деревья, дави бочкой с ядерными отходами и ящики с ненужным хламом выживших. А скачать крас-аут можно абсолютно бесплатно по ссылке в описании. Еще и получить крутые бонусы. А тем временем у поваров на подхвате свой слезоточивый экшн. Режем 3 килограмма лука полукольцами по 3 миллиметра, а морковь соломкой по 5 миллиметров. Ташкин разделяет мясо для трех блюд, оставляя для плова 2 килограмма ребер, 3 килограмма мякоти и 850 грамм курдюка. Для долмы оставляет полкилограмма мякоти и 150 грамм курдюка, а остальное пойдет на шашлык. Шеф-повар объединяет миксы приправ и добавив в баранину свежий лук и 2 щепотки соли, все перемешивает. Как только лук пускает сок, ташкин добавляет в шашлык ароматный микс. Даем время мясу промариноваться, разжигаем пламя и переходим к долме. Итак, пропускаем через мясорубку полкилограмма мякоти, 150 грамм курдюка, одну луковицу, небольшой пучок кинзы и базилика. А чтобы вышла вся зелень, добавляем кусочек хлеба. Далее фарш приправляем черным перцем, жгучим перцем чили и острым красным перцем. Количество жизнерадостного перца контролируйте самостоятельно. Затем добавляем 3 столовые ложки риса, 1 стакан воды и все смешиваем. Тщательно промываем виноградные листья и отрезаем хвостики. На лист кладем немного фарша и скручиваем рулетиком, подворачивая края. Кстати, недавно Андрей готовил долму по-грузински. Нам очень понравился рецепт. А сегодня Ташкин нас побалует долмой по-азербайджански. Мы уверены, что на нашем канале шикарных рецептов долмы по-узбецки, по-армянски, по-турецки будет еще много. А еще много других блюд. Так как хорошие друзья всегда с охотой делятся своим опытом. И это здорово. А продолжение этой рубрики, конечно, зависит от ваших лайков. Мы поймем, что пора снимать новое видео от друзей, когда ролик наберет 35 тысяч лайков. Сложив долму в жаропрочную посуду, наливаем 1 стакан воды. И как только закипит, готовим на маленьком огне 40 минут. Пока мы делали долму, Ташкин готовил плов. Обжариваем курдюк до золотистого цвета. Сейчас помешаем, чтобы она не обгорела. Питаем. Вот, она пустила жир. О, как пахнет. Красота. Ляпота вообще. Снимаем курдюк. Обжариваем большие куски. Тантрикот, баранины. Не солим, потому что мясо пустит сок. Тоже обжариваем до золотистого цвета. Это ягненок. Такое мясо. Поверяем огонь. Нужен сильный огонь. Добавляем. Добавляем. Какая красота. Ну, пожарили крупные куски. Теперь добавляем мякоть. Огонь у нас сильный. Тоже до золотистого цвета. Не сильно жарим. Примерно где-то вот. Сейчас будем это снимать. Будем жарить лук. А потом морковку. Ох, какая мясо. Ё-моё. Многие мясо жалеют, добавляют вообще мало. А мы решили не пожалеть мяса. А плов без мяса это не плов. И мы решили курдюк назад добавить, обратно, к мясу. Чтоб еще раз, оно пустило свой жир. Некоторые его потом в конце кидают. Мы решили сразу. Да, тут мясо хватает. А плов без мяса это не плов. Снимаем. Сейчас будем жарить лук. Ну, некоторые мясо с луком вместе жарят. Я обычно так делаю, но решил сегодня без мяса. Наверное, все не буду сыпать. Ну, вы поняли, ирония судьбы редко вызывает улыбку. Особенно, если ты нарезал 3 килограмма лука, а использовали только половину. Когда лук подрумянится, добавляем морковку и поджариваем ее до тех пор, пока она не изменит цвет. Жарим минут 15 вместе с луком, с морковкой. А потом добавим воду. А потом уже рыц. И все. И все, и плов готов. Льем воду, чтобы мясо чуть-чуть покипело, минут 15-20. Чистим чеснок, эту верхнюю шкурку снимаем, убираем, чтобы оно в плов не падало. Остается самая нижняя пленка, которая на чесноку. На чесноку обязательно делаю такие надрезики, чтобы она больше сок пустила. Не глубоко так, чуть-чуть надрезик сделать просто. Добавляем соль по вкусу, так, примерно, глазами надо видеть, чувствовать. Немного. Потому что и на рис будем добавлять соль. Теперь приправу. Для плова, что надо, тут есть. Заранее стоит промыть рис минимум 3 раза, пока вода не станет прозрачной. Равномерно распределяем крупу и кладем 4 головки чеснока. Кстати, в Азербайджане более 200 вариантов плова. Родители Ташкина, например, делают другой плов, где рис и начинка готовятся по отдельности и соединяются в тарелке только перед подачей. На маленьком огне готовим плов 30 минут. Еще полчаса даем плову отдохнуть и впитать в себя все соки, вкусы и ароматы. Шашлык нанизываем на шампуры, убирая лук, чтобы он не подгорел. И сразу после этого готовим аджикду. Для этого нарезаем пучок зеленого лука, пучок пензы и базилика. Добавляем пол-литра томатной пасты, 4 столовые ложки воды, 1 зубок чеснока, щепотку соли, острый перец чили и черный перец. Соединяем с зеленью и все перемешиваем. Теперь жарим шашлык в течение 15 минут, часто переворачивая. Так, чуть-чуть соли, чтобы лук пустил сок. Помешали. Вот так. А то оно не пускает сок, а соль сразу... Соль, лишь она выдает сок. Вот так. Чуть-чуть гранаты, чтобы баранина жирная. Вот так. И зелень. Нарезаем лаваш на удобные кусочки размером с ладонь и с помощью его снимаем красивое и ароматное мясо. Наконец-то открываем крышку, убираем чеснок и пересыпаем 18 килограмм плова на поднос. Сверху украшаем чесноком, шашлыком и долной. Посыпаем красоту гранатом и добавляем много зелени. И ко всему этому изобилию кладем еще сладкие перцы, помидоры, гранаты и соус. На это невозможно смотреть вечно, поэтому отрываем кусочек лаваша и набираем плов. Азербайджанцы любят есть руками, так как считают, что пальцы чувствуют вкус пищи. Согласна, так намного вкуснее. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Налитой народ! А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok